Требования к закупкам по нижней и верхней планке. То есть государство не должно реализации своих функций, учреждений государства, закупать или оборудование, ну, все, что подвлежит закупке, что не соответствует, как бы, для решения ее основных задач и функций. Или во многом превышает те потребности, которые есть у учреждений. Поэтому нормирование, оно, конечно, позволит на приятном этапе поставить на приятный фильтр. Но не надо забывать, что общественная деятельность, общественные организации, тоже во многом они должны мониторить и следить за направлением наших государств и принципальных законов. И в этом плане 44-й закон отдает объективную возможность реализации такой инициативы. Сегодня мы пригласили вас, чтобы не только озвучить нашу позицию, которую в республике Татарстан реализует пилотный проект, но как это происходит в целом на территории Российской Федерации. Ведь пилотникам, статус пилотников присвоили не только Татарстану, но и присвоили еще и Красноярскому краю, Сибирскому, Налужской области. То есть регионам со стабильной экономической ситуацией. У них тоже много инициатив, мы с ними постоянно контактируем, обменяемся информацией. Но в целом вся информация стекается в Высшую школу экономики, и это ответственно по экологическому сопровождению ЕДН и ПКС. И сегодня я хочу представить Николая Александровича Шалаумова. Он представляет Национальную ассоциацию институтов законов. Они активно взаимодействуют с делами России, с регионами пилотников, активно взаимодействуют с Высшей школой экономики, чтобы он вам рассказал, как этот процесс устраняет директор России. Субтитры создавал DimaTorzok